привет друзья сегодня такая посылочка получил я в пятерочке как ни странно заказал как она местную доставку смотрю появился типа трек и терочка это металлоискатель детский стоять я хотел заказать сначала другую модель которую смотрел как бы давно уже но потом мне попалась вот это на глаза та модель была md 10 10 называлась а это получается она со всех сторон открывается как это md 10 12 вот так вот в таком исполнении смотрите все вроде хорошо пришло почему не стал md 10 10 заказывать как бы я смотрел еще на в прошлом году даже я хотел как бы заказать тоже как далее макс хотел сделать с него подводный детектор недавно был на море как вы видели наверно кто смотрит мой канал таких единицы и 6 тысяч подписчиков я там под водой искал с пинпойнтером а у пинпойнтера что там ну там пять сантиметров наверное ну по максимуму если что-то попадется но это три монетки в воде нашел там болты всякие подались гвозди как бы так вот на чем я с нас почему не стал брать 10 10 модель она как бы но надо же попроще выглядит этот прям какой-то да действительно такой красивым прям этом пластике в каком-то таком хотя хрен его знает как-то катушку если открутить попробовать в том в модели 10 10 катушка не залитая пустая здесь же как написано было у продавца она типа водонепроницаемая но мне что-то сдается что она тоже пустая потому что она слишком легкая какая-то так провод там пружинкой сделал потому что прямо это притягивается видно видите ли так ладненько так давайте соберем пока консерном это будем все разбирать кстати смотрите там запрессованы эти латунные гайки внутри что тоже неплохо так питаться он должен по спецификации от двух пальчиков батареек да так и есть как-то они прям так утоплены далеко сюда можно еще запасные две штуки нам даже засунуть и давай сначала сейчас посмотрим если написано спецификации какие если конечно написано какая чистота и все такое прочее потом проверим так что то я ничего не нашел даже на пинпоинтере было написано но может потом еще получше на пинпоинтере даже было как бы чистота написано а тут так и да еще здесь вроде как есть кнопка включение выключение подсветки сейчас включим и проверим буду аккумулятор использовать который для mb64 50 заказывал такие как бы показали себя вообще хорошо надолго и хватает ну да прикольно так все и зазорчики такие красивые интересненько да конечно не удобно без подлокотника ну да ладно итак друзья батарейки вставлены прибор включается у нас так сейчас давайте подсветку проверим да подсветка смотрите включается выключается опа на и сам прибор выключается почему-то еще раз проверим может быть батарейки севшие не знаю почему сейчас индикаторы нет вы заметили смотрите когда включаешь он должен показывать но не показывать и выключается что за херня кто знает фантастика наверное надо его разобрать мне кажется где-то что-то не контактит видали чё чё там может контакт батарейка херовый или прибор херовый подсунули так ладно крышку не будем закрывать давайте поменяем батарейки хотя они у меня в одной коробочке может быть действительно батарейки у меня не заряжены я вот этого честно не помню если честно я не помню заряжены они у меня или не заряжены что не помню то не помню и проверять неохота идти такс включаем ну как бы вроде работает может действительно какие-то севшие какие-то нет так давайте посмотрим как он будет реагировать вот все металлы стоят сейчас да возьмем самую большую монету это 3 копейки медные старые ну сантиметров 10 точно берет потом поставим вот эту палку измерялку которую я использовал когда сравнил tx 850 и md 6450 и уже посмотрим как она так вот что я нашел на море 50 копеек сантиметров 15 наверное берет ничего себе это вообще неплохо так 10 копеек тоже вот эти под водой нашел который больше 10 сантиметров берет ничего себе классно так и 5 рублей российский тоже нашел там же на пляже тоже около 10 сантиметров смотрите да куда относит их 50 копеек вот такие желтые в центральной так это что ложка нержавейка ложку прям достойно почти 20 сантиметров ладно давайте все работает скорее всего батарейки были глючные но мы все равно его разберем потому что будем разбирать так и плюс у меня еще там в столе же всякая фигня лежит железная так вот так ставим выйдем потом в поле я все таки думаю еще и еще там посмотрим ну сравним тест как бы на грунте тут все таки всякие помехи всякие железяки везде в шкафу в кухонном так вот примерно так вот да видно видно да 5 10 15 20 25 30 35 отлично так давайте начнем с самой маленькой а нет где блин я приносил копейку или нет не приносил не помню 10 копеек где-то на 12 сантиметрах уже он ее короче ловит прикольно давайте тут и поставим так 50 копеек украинский 92 год ну вообще-то без разницы должно хоть так хоть так мне кажется да или нет есть разница давайте так поставим катушку как ей махать будем ну да на 15 уже ловит на 10 вообще да где-то 15 16 сантиметров устойчивый прям так 5 рублей почему-то хуже я не знаю что за металл такой да где-то тоже вот так же вот в этом районе так 3 копейки 1916 года где-то 12 сантиметров так так если мы дискриминацию сделаем чисто вот такую ну да особо ничего не изменилось так давайте все металлы поставим ага хорошо так что еще железо давайте какое-то железо проверим сейчас а или вот алюминиевую крышку давайте проверим пока железно ничего не нашел под рукой 25 сантиметров друзья как бы для детского металлоискателя это тоже не просто это с этого капусту шинковать штука 35 сантиметров видит неплохо неплохо а вот железо есть этот ступка с этим так давайте попробуем золотые украшения которые я проверял в каком видео где пинпойнтеры сравнивал так вот смотрите такая брошка есть золотая где-то восемь а нет даже десять сантиметров улавливать начинает на десяти пять уже четко видит так вот так положим так сережка сломанная которая тоже показывал вот она сломанная сережка небольшая давайте ее проверим пять сантиметров смотрите да где-то пять шесть сантиметров на шести вот начинает пять уже хорошо неплохо смотрите так что еще было у нас было у нас еще а вот копейка кстати я же помню что копейку приносил копейка семьдесят восьмой год да где-то десять сантиметров отлично так браслет такой вот золотой смотрите так будем махать нет так плохо махать вот так сложим куча ну где-то да три сантиметра уже неплохо ну-ка если вот эту штучку снять ну не потерять а то меня сестра потом убьете так просто смотрите вот такой браслетик не видит да сложили в два ну да два где-то два три сантиметра видит а сам вот эту штучку сам кулончик да видит дальше смотрите на пяти сантиметрах круто и совсем совсем тонкая тонкая смотрите цепочку такая вообще наверное не увидит потому что даже мой прибор ее не видит не с цепочками да плохо обстоит дело у всех нам приборов да практически только в самом этом да что-то пытается но короче не видит вот такую цепочку тонкую он не видит но все равно неплохо смотрите по монетам какие показатели прям вообще отлично отлично да единственный минус что эта пищалка пищит можно изолентой закрыть чтобы не шумело не но если буду переделывать конечно это все уберется так давайте измерим его вот в таком он в минимальном размере сколько 46 сантиметров так 46 сантиметров в таком положении и давайте сейчас полностью выложим ух ты вытащился вообще ну да видите провод там этот такой гармошкой так и полностью мы его вытащили он даже у меня наверно в экран не влезет вот по диагонали вот так поставим так ладненько не кричи все выключили мы его и мерим получается 75 сантиметров как бы да для взрослого человека он коротковат но ничего в поле выйдем я покажу как это все будет выглядеть но мне понравился ну что на этом наверное все что рассказал что не рассказал не знаю сам первый раз с таким столкнулся в это видео включу или нет полевые испытания не знаю наверное нет если включу то включу если нет то значит всем пока и до новых встреч мне понравился по крайней мере по воздуху показывает довольно-то и вообще отличные показатели а там уже будем дальше что-то думать как его переделать все итак друзья смотрите как всегда китайцы нас обманули ну в принципе да где вот эта вся фигня ну распайка или что здесь ну заходит тут все залито действительно но сам провод все вот это как видите ничего не залито так что если его использовать где-то под водой я думаю лучше будет залить потому что будет грязь вода собираться между проводами ничего хорошего из этого не получится надо будет заливать крышка не сказать что легко но и не тяжело вскрылась потому что где-то клея вообще не было где-то он местами был ну короче аккуратно можно довольно быстро ее скрыть вот такие вот дела а а а а а